В России продолжаются активные зачистки проворовавшихся чиновников. Так, на этой неделе был задержан мэр города Тулум Иркутской области. Юрий Карих вместе с подчиненными проворачивал преступную схему по незаконному вселению лиц в аварийное жилье и по следующему их расселению. Надо сказать, что нуждающимися в переселении они не были. При этом город активно занимается переселением жителей домов, которые в 2019 году пострадали от повышения уровня грунтовых вод. Но у мэра были свои планы. В Брянске же депутат облдумы Константин Павлов вместе со своими подельниками брали взятки на десятки миллионов рублей. Так, например, чиновник пообещал владельцу ТРЦ выдать разрешение на ввод в эксплуатацию торгового центра за скромные вознаграждения в 50 миллионов рублей. При этом ТРЦ, о котором идет речь, не функционировал с 2018 года по решению суда. Теперь депутату Павлову грозит 10 лет лишения свободы и штраф. А на Сахалине министр здравоохранения обеспечил приобретение заведомо непригодного для эксплуатации здания, бывшей гостиницы и земельного участка в целях размещения там детской поликлиники. Приобретенный объект был демонтирован, а ущерб регионального бюджета составил 61 миллион рублей. Теперь Южно-Сахалинский городской суд избирает меру пресечения для горе-министра. Редакция «Момента истины» также продолжает борьбу с коррупцией. Если вы столкнулись с судебным произволом или другими фактами, то свяжитесь с нашей редакцией по указанным контактам. Субтитры создавал DimaTorzok